Да, действительно, зачем нам Луна в Сантропе, зачем нам Монако, когда Пеппи Монако прямо у нас дома. Всем привет, с вами Катя Малтес, честный обзор, магазин 4KidStore, давайте подробнее рассмотрим эту яркую жемчужиную красотку. Смотрите, какое внимание к деталям, даже кнопочка у нас бежевая, красивая, счесанная, безумная, шлифованная, структурированная, как под сталь рама, смотрится просто огонь. Плотная ткань, текстиль. Ну, со стороны, даже сложно сказать, что это бюджет вариант, смотрится очень дорого, со стороны просто вау. Регулировка ручки в миллион положений. Это вообще для какого роста? То есть я правильно понимаю, что это даже для детей будет норм? Если вы родитель с невысоким ростом, 100 миллиардов процентов она вам подойдет. Самое высокое положение ручки, я думаю, метр девяносто. В общем, для девяносто девяти процентов всех родителей она подойдет. У меня рост метр семьдесят пять, относительно я высокая. Я бы выбрала, наверное, вот это положение ручки. Я не люблю, когда руки вот так, я люблю, когда максимально опущены, так вы отдыхаете в прогулке. Так, что касательно амортизации. Амортизация мягкая, ну, достаточно хорошо играет. Мне очень нравится, что здесь высокая перекладина, даже с высоким ростом, на широкий шаг вы не будете цеплять. Единственный недостаток, считаю, что вот тормоз, его надо поддевать. Ну, здесь вы не поцарапаете носок, он очень легко поддается, я думаю, что проблем нет. Так, что у нас еще здесь? Еще, кстати, нравится, что пружина закрытого типа. Потому что на многих других колясках, когда пружинка открыта, она ржавеет. Ну, смотрится это, честно, так себе. Так, передние колеса у нас фиксируются только прямо. Не забывайте фиксировать их только прямо. Вам пригодится это в непогоду. Снег, гравийная дорога, чтобы колеса не выворачивались, не ломались. Это очень важно. Для более уверенного и устойчивого прохождения. И также есть минимальная амортизация антишоковая. На передних колесах. Ну, такая спереди, конечно, более спортивная, считаю, подвеска. Корзина для покупок. У нас есть вот такой магнитный отворот. Корзина открытого типа. Жестким дымом. Максимальная нагрузка 5 килограмм. Кстати, 5 килограмм довольно много. Во многих других колясках пишут около 3. 5 это отлично. Так, поехали дальше. Что еще? Мне кажется, что самые основные изменения пришлись все-таки на люльку. Так, доб козырек у нас без изменения. Не отворачивается. Добавили кнопки системы памяти. Вернее, когда у вас закрыта секция на увеличение. И закрыто выделяционное окно. В этом случае ткань немного подтягивает дугу. И тогда кнопки работают как система памяти. Поочередно нажали и открыли. Внутри, значит, толстый матрасик. Аналог матрасика TimeLand точно такой же. Внизу здесь у нас потоньше. Вверху на увеличение. Это сделано для того, чтобы уровень головы вашего малыша был немного выше уровня таза. Потому что, когда вы только покормили вашего ребенка, он может срыгивать молочко при тряске в коляске. Это снизит вероятность того, что ваш малыш подавится. Ну, вот вы видите, очень просторное, комфортное спальное место. Самое основное изменение прошла все-таки накидка на ножки. Она расстегивается с двух сторон. Очень красивая прошивка здесь. Такая стилевая. Так, по бокам крепится на магниты. Видите, как прям надежно. Прям надо отрывать. Очень здорово. И точно так же внизу. Это может вызывать привыкание. Так, вверху крепится на магниты. Очень надежно. Видите, просто любой ветер, непогода. Будет здорово. И, кстати, что касательно цвета. Честно вам признаюсь, что за дурацкие стереотипы бежевые только девочкам. Этот цвет прекрасно подойдет точно так же, как и для мальчиков, так и для девочек. Абсолютно считаю его унисекс, универсальным. Очень красивый, безумно нежный, светлый. Самое то. В люльке есть секция на увеличение. Большими пальчиками нажимаете. Начинаете подтягивать себе дугу. Все, отпускаете. Ничего сложного. Дальше до щелчка. И точно так же у изголовья в капюшоне, в капоре есть вентокно. Отворачиваем. Вот так вот красиво подтягиваем. Смотрите, очень здорово. Так, внизу у нас так же есть вентокно. Я его называю смотровым окошком, потому что очень круто, когда мы лучше могут лечь на животик и наблюдать, куда вы его везете. Вот. А здесь вот есть магнитики. Для быстрого закрытия можно поднять клапан. И все. Здесь у нас есть кнопки системы памяти. Одну нажали. Другую. И подняли. Сверху задержатель. Снизу у нас обязательно есть ножки, чтобы не спачкать текстиль. Давайте поставим прогулочный блок. Чтобы установить прогулочный блок, нужно обязательно вытащить адаптеры для люльки. Кнопочку нажимаем и вытаскиваем. Вот здесь вот там внутри есть такая кнопочка. Очень легко. Так, устанавливаются они просто R правая рука, L левая рука. Вот так. Прогулочный блок у нас обязательно реверсивный. Ставить лицом к родителям или лицом к миру. 99% колясок. 2 в 1, 3 в 1. Именно так и делают. Опустить спинку клавиша. Отдых. И сон. Кстати, большой плюс. Так, подножку поднять за любую часть. Щелчок громкий. Большой плюс считаю, что за любую часть поднять спинку у вас не получится. Я в каждом видеообзоре это рассказываю. Почему? Потому что если вдруг у вас малыш уснул, и вам нужно, например, увеличить капюшон, к примеру, да, чтобы укрыть солнышко, вы просто тянете за дугу. Вот так. Все. А в других колясках вы тянете за дугу, и следом за ним идет спинка, и она делается полусиде, тревожит сонным ребенком и так далее, и тому подобное. В задней части, что очень круто, есть еще одна молния. Вот так вот ее опускаете. Выворачиваете так красиво, чтобы смотрелось. Я бы вот так вот взяла. Тут есть петелечка, собачка. Но я считаю, что и вот так вот этого достаточно. И очень круто, когда можно даже вот так вот вывернуть, смотрите, как классно смотрится. Вот так вывернуть, а здесь на собачку подвязать, к примеру. Большой плюс вот этого отсека, что он вот такой вот, объясню почему. Точно так же ваши малыши могут лечь на животик и наблюдать за окружающим миром, за окружающим миром, куда вы его везете. Это очень здорово, и далеко не во всех колясках. Есть такое широкое, панорамное, даже не проветривание, а я бы сказала, как смотровое большое окно. Подножка точно так же увеличивается не только по углу наклона, но и в длину. Нажимаете кнопку, и она увеличивается. Не на много, но иногда для многих это сыграет существенную роль. В общем, прогулочный блок имеет очень горизонтальное положение. Это супер здорово, круто. Смотрится прям шикарно. Давайте оденем накидку на ножки. Вот так получилось с накидкой на ножки. Смотрите, какое большое спальное место, и полностью укрыто все пространство. Кстати, вот здесь вот есть такой отворот, и здесь липучка. Если меня слышат производители Пеппи, пожалуйста, сделайте вот здесь маленькую такую, хотя бы два квадратика липучки, либо один, чтобы вот так можно было закрепить. Кстати, вот я даже прикрепила, и смотрите, оно держится. Вот так можно дополнительно закрепить в непогоду. Давайте рассмотрим лицом к миру. Вот так эта колясочка смотрится лицом к миру. Не забывайте, что у вас есть здесь кнопка. Вы можете увеличить подножку для подросшего ребенка. И точно так же с обратной стороны есть клавиша. Давайте сниму рюкзачок, покажу. С обратной стороны есть клавиша, которая позволяет сделать капюшон выше. Капюшон растет вместе с вашим малышом. И считаю большой плюс, что здесь нет подголовника. То есть на других колясках просто капюшон из подголовника. Честно, это не очень удобно, потому что сложно сшить сюда матрасик, либо прикрепить тот, который здесь уже имеется. Кстати, давайте его установим. Вот, и у вас получается в комплекте идет матрасик. Во многих колясках его нет, к сожалению. Он такого черного классического цвета, самое практичное, я думаю. В цвет ручки, в цвет корзины для покупок колес. И смотрится очень классно на этой коляске. Светлый бежевый цвет снаружи ребенка. А то, что под попой, особо он черный, честно, и не видно. Но самое уникальное в этом матрасике являются вот эти молнии, которые пристегиваются к напитке и создаются во вкупности вместе теплый зимний конверт. Вот так это круто смотрится. Смотрите, как полноценный зимний конверт никуда не будет задувать в зимнее холодное время года. Вашему малышу будет очень тепло. Всеми любимый паховый ограничитель. Бампер полностью съемный. Также он откидной. Поворотный на 360 градусов для более удобного доступа к малышу. Супер крутые пятиточечные ремни безопасности с магнитным замком. Этот магнитный замок имеют, наверное, столько премиальные бренды. Вот его сделали, это большой, огромный плюс поляске. Смотрите, даже с самого не по седу будет очень быстро и легко закрепить. В капоре прогулочного блока предусмотрен клапан. Смотровое окошко наблюдать за малышом. Тут также есть сеточка, она создает эффект стеневика. Крепится на магнитике. С одной и с другой стороны. В комплекте у вас будет вот такой вот стилевый рюкзачок. Расстегивается, видите, в разные стороны. Так, что у нас тут мы найдем внутри? Два отсека под бутылочки. А, и вот здесь вот на молнии. Так, и точно так же снаружи у нас есть вот такой вот кармашек. С обратной стороны здесь нет. Мягкие плечевые ремешки. Очень красивый, стильный цвет колясочки. Давайте сложим коляску, когда она установлена лицом к миру. Запоминаем важные условия. Если у вас полость лежа, либо лежа спинка, обязательно ее сделайте в максимально сидячее вертикальное положение, чтобы не испачкать стиль, а колеса. Далее, запоминаем условия. Выворачиваем колеса наизнанку, ставим на тормоз, максимально опускаем ручку вниз, максимально опускаем капюшон, поднимаем подножку, складываем вот так, нажимаем кнопку, проворачиваем, и вот так она складывается лицом к миру. А теперь лицом к родителям. Еще раз, несколько условий. Выворачиваем колеса наизнанку, ставим на тормоз, максимально ручку вниз. Далее, мы опускаем высоту капюшона, отгибаем рычажок и наклопленяем спинку по диагонали к самой ручке. Далее, точно так же нажимаем кнопку, проворачиваем и вот так компактно она складывается. Насчет стоит она в сложенном виде, либо нет? Ну, вообще нет, потому что у рамы нет фиксатора в сложенном виде. Это сделали для того, чтобы она имела лаконичный стильный вид, потому что с этим фиксатором это смотрелось очень страшно. Вот так вот, если аккуратно поставить, в принципе, она стоит в сложенном виде и занимает достаточно мало места. В люлечке также предусмотрена регулировка подголовника. Вот так, чтобы опустить. Также у вас в комплекте будет москитная сетка и дождевичок. Сейчас примерим на люльку, на прогулку. Я думаю, что они универсальные. Вот так эта москиточка смотрится на люльке. Ну, достаточно нежно, нормально. Теперь дождевичок. Вот так красиво по форме смотрится дождевик на люлечке. У него, к сожалению, нету окошка доступа, но, наверное, это лучше, потому что часто писали, что туда затекает дождь и зачем он, в принципе, нужен. Если доступ для ребенка нужен, аккуратненько приподняли, поправили сосочку. В принципе, достаточно просто. По бокам есть маленькие отверстия для вентиляции с одной и с другой стороны. А вообще, мне кажется, дождевик и накидка, они предназначены только для люльки. Но давайте примерим на прогулочный блок, и вдруг это тоже подойдет. Вот так москитка смотрится на прогулочный блок, 100% подходит. Теперь дождевик. Ну, конечно, дождевик это больше на люльку, но, как вы видите, на прогулку тоже неплохо смотрится. То есть у меня неровно уложены волосы. Нельзя снимать коляску с неровно уложенными волосями. Надо привести себя в порядок, а вот потом только начинать. Правильно? Я с съемкой колясок скоро себя угромлю. Слушай, мы это сняли? Слушай, мы это сняли. Слушай, мы это сняли. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok